Каждый детский сад Верхней Волжи имеет шансы в ближайшее время обновить детскую площадку на своей территории, сообщил глава региона Игорь Руденя. Уже в этом году работы запланированы в 13 дошкольных учреждениях. Вопрос замены игрового оборудования часто интересует родителей и малышей. Ведь речь идет о комфортном и безопасном пребывании детишек в детском саду. Как будет решаться эта задача, рассказываем прямо сейчас. Детский сад – самая первая ступень образования. Здесь малыш обучает и знакомится с миром, получает коммуникативные навыки, взаимодействуя со сверстниками и педагогами. Безусловно, начинаться этот путь должен с позитивных эмоций, а их не может быть без комфортных условий. Причем как внутри учреждения, так и на всей его территории, где организованы места для прогулок. Многие родители стремятся определить чадо в тот детский сад, где безопасное и современное игровое оборудование считает молодая мама Анна. Современное, согласно 22-му году. Не советские, скажем так, не деревянная песочница полуразваленная, старые эти беседки, в которых еще мы вырастали. Не знаю, чтобы было что-то поинтересней. В Тверской области с 2018 года реализуется областная программа по укреплению материально-технической базы детских садов. Она подразумевает комплексные обновления зданий и территорий, капитальный ремонт кровель, замена оконных блоков игрового оборудования. С просьбой обновить игровую площадку на территории детского сада 104 главе региона обратилась одна из жителей города Твери от имени родителей воспитанников этого детского сада. Детский сад номер 104 находится в Заволжском районе Твери, построен в начале 60-х годов прошлого века. Здесь есть игровые площадки и оборудование, поддерживаются в порядке, но все равно некоторые элементы площадки требуют обновления. Как рассказал глава региона в прямом эфире на телеканале «Россия-24» 26 мая, в этом году ремонтные работы запланированы в 13 дошкольных учреждениях. Площадки, в том числе в 104 детском саду, должны быть установлены до 1 сентября. Создана программа по обновлению инфраструктуры для детей. У нас для города Твери в этом году и в последующие годы заложены достаточно серьезные суммы. Считаю, что есть возможность практически для всех дошкольных учреждений обновить как минимум по одной площадке. Напомню, что за последние 4 года подобные работы проведены в 102 детских садах, расположенных в 36 муниципальных образованиях региона. Продолжение следует...